Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. Меня зовут Дмитрий, я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. У нас уже начался грибной сезон, и я, как заядлый грибник, хочу вам рассказать об одном очень полезном и необычном грибе. Это гриб веселка. Веселка растет в лиственных, смешанных лесах, в еловых лесах. Очень часто растет в затененных участках леса, там, где много перепревшей опавшей листвы, либо иголок от хвойных деревьев. Этот гриб не спутаешь с другими грибами. Вначале он имеет форму яйца и выглядит вот так. Затем из этого яйца вырастает необычное плодовое тело. О нем вы можете почитать в интернете или найти фотографию, как оно выглядит. В лечебных целях используют вот такие яйца. Веселка напоминает по форме в стадии яйца гриб-дождевик. Однако, если его сорвать и посмотреть по весу, веселка гораздо тяжелее. Кстати, веселка занесена в книгу рекордов, так как очень быстро растет. Это самый быстро растущий гриб в мире. Он полностью развивается и отмирает всего лишь за 48 часов. Веселка обычно появляется в лесу в конце июня-начале июля. Этот гриб можно найти по запаху, ведь взрослые плодовые тела этого гриба источают неприятный запах, чем-то напоминающий запах падали. Этот запах нужен для того, чтобы прилетали мухи, они садятся на гриб и затем по лесу разносят споры. И веселка таким образом размножается. Найти веселку в лесу, в принципе, достаточно просто. Если вы почувствовали неприятный запах, посмотрите вокруг. Наверняка где-то рядом растет вот эта веселка. Для лечения используют гриб в форме яйца. Такие яйца заготавливают и приносят домой. Затем их нужно помыть, а можно просто протереть влажной тряпочкой, либо салфеткой, чтобы очистить от мусора, а затем из нее делают лекарства. В лечебных целях этот гриб применяют очень давно, еще со старых времен. Когда гриб в форме яйца, он не имеет никакого запаха, даже если его разрезать. В принципе, такие грибы можно употреблять даже в сыром виде. Они не ядовиты, на вкус абсолютно пресные. У них нет никакого ни вкуса, ни запаха. Но, однако, они очень лечебные. В таких грибах содержатся фитонциды, которые уничтожают различные бактерии и вирусы. Грибы также положительно влияют на развитие лимфоцитов. Ученые доказали, что лекарства из гриба-веселки увеличивают количество лимфоцитов на 80%. А это очень важно при лечении онкологических заболеваний. Поэтому препараты на основе гриба применяются в лечении вот таких опасных заболеваний. Также этот гриб применяется для лечения различных доброкачественных опухолей. И очень часто этот гриб применяют для лечения язвы желудка и гастритов. Очень эффективное средство. Этот гриб также обладает и антиаллергенными свойствами. Если сделать спиртовой настой этого гриба и обрабатывать какие-либо участки кожи, где есть раздражение, сыпь, аллергенные реакции проявляются, то аллергия быстро проходит. Поэтому применяют гриб также и против таких заболеваний. А сейчас расскажу, как приготовить целебный настой вот этого гриба. Нам понадобятся вот такие яйца-веселки. Уже помытые у меня есть. На пол-литра водки понадобится три вот таких яйца. Их нужно порезать, затем поместить в банку и залить водкой. После этого закупорить плотно крышкой и поставить в темное прохладное место. Это может быть погреб, это может обычный кухонный шкафчик. А в старину такую банку с настоем закапывали в землю. Банка должна простоять в темном месте 30-40 дней. Затем этот лечебный настой можно употреблять для лечения. Настой-веселки употребляют до еды. За 20 минут до еды нужно принять одну столовую ложку вот этого настоя. Один-два раза в день. Такой настой, кстати, можно не только принимать внутрь, но и натирать больные суставы. Очень помогает, снимает отеки и боли в суставах. Дорогие садоводы и огородники, 23 июля близится наш профессиональный праздник – День дачника. На праздники приятно получать и дарить подарки. И мы хотим порадовать вас подарками и сказать спасибо, что вы с нами. Заходите в наш интернет-магазин и получайте подарки. Прответания вам! Вот такой необычный и полезный гриб-веселка. Если найдете его в лесу, обязательно собирайте и принимайте для лечения. Спасибо за внимание и до новых встреч!